Они как будто оживляют историю. Каждый день участники автопробега Знамя Победы заново перелистывали какие-то из ее страниц. На подступах к Минску экспедиция, организованная самарскими единороссами, побывала на линии Сталина. Это один из самых грандиозных фортификационных ансамблей на территории Белоруссии. Вообще линия Сталина это цепь укреплений для обороны государственной границы СССР. Она растянулась на 1200 километров от Карельского перешейка до Черного моря. В Советском Союзе эти укрепрайоны официально никогда не называли линией Сталина. Так их именовала только немецкая пропаганда и западная пресса. Мемориальный комплекс «Курган Славы». Именно здесь, в 20 километрах от Минска, в июле 44-го попала в окружение 105-тысячная гитлеровская группировка. Событие получило название «Минский котел». Сама наступательная операция «Бакратион» проводилась силами всех трех белорусских фронтов. А значит, здесь сражались и воины, прошедшие в 41-м по нашей площади Куйбышева. У меня деды не дожили до того, до моего зрелого возраста, чтобы я мог у них спросить, а как, а что, где они проходили, какой путь у них был. То есть, этого я не знаю точно, но, возможно, где-то здесь они были. Где-то рядом. Мы прошли, и в принципе, это только их памяти посвящается. «Почитайте память ушедшей войны и оставайтесь патриотами Отечества». Такое послание будущим поколениям было закопано в основании Кургана Славы в 1966 году. Тогда его точно услышали. Сегодня рядом с ветеранами Второй мировой стоят молодые, ветераны других войн. «У них на груди те же награды, которые были у наших дедов и прадедов, которые освобождали от фашистской нечисти нашу землю, ордена Ленина, ордена Красного Знамени, ордена Красной Звезды. Это настоящее братство. И пока оно будет существовать, ни один враг не сможет поставить на колени великие белорусские и русские народы, потому что мы действительно вместе». У Александра Фетисова и его соратников есть и другая память. Именно здесь, на Кургане Славы, 30 лет назад он принимал присягу. Курсанты тогда не задумывались над тем, что их командир белорус, а совершенно украинец. Это была семья. «Многие года назад, когда стояли здесь молодые ребята, мы давали клятву на верность Родине. И Родина для нас, она одна, что Россия, что Беларусь». Сергей Зубович отлично помнит каждого из своих бывших курсантов. Говорит, что Саша Фетисов выделялся целеустремленностью и спортивной подготовкой. Не удивлен, что именно он сейчас привез Белоруссию символическое знамя победы. «Ну, сейчас смотришь не только на своих бывших товарищей, даже на технику, которая пришла, даже на форму, в которой одеты, в том числе и вы. Понимаете? И вспоминаешь о том, что и отец мой фронтовик, оказывается, был, и мать похоронена в Хатыни вместе с жителями. Поэтому память пока есть. Мы служим своему отечизни. Послужить своей отчизне и была главная цель автопробега знамя победы. Город-герой Минск встречал ветром и дождем. А согрела наших земляков радушие местных жителей. «Мы радуем тем, что мы едины с Россией, что мы едины с российским народом, что мы вместе отмечаем победу, которую добился великий советский народ». Тысячи самарцев освобождали Белоруссию. И тысячи белорусов сражались на берегах Волги, отстаивая Сталинград. С этого митинга на одной из наших исторических машин появился белорусский флаг. И этот день подарил нам самые дорогие встречи. На пост шагом! Марш! Мы закончили автопробег там, где наши деды только начали воевать с фашизмом – в Брестской крепости. В известном всему миру мемориале теперь останется наше знамя победы. Самарцы выполнили задачу и знают для чего. Всю дорогу, пока мы ехали, люди, проезжая мимо, сигналят, и вот искра в их глазах. Они горят, они говорят «молодцы, спасибо, спасибо вам». А что тут, может, какие комментарии могут быть? Меня напомнило гордостью за нашу страну, за наших мужиков-воинов, за наших женщин. Я думаю, они сейчас нам помогают, России в данный момент, уйти от того, чтобы это больше не повторилось, потому что на самом деле это действительно страшно. Самое главное чувство, которое испытал каждый член Большой Самарской команды – это чувство сопричастности с героизмом, Родиной, Победой. Важно не растерять ни единой частички этой исторической памяти. Рассказать об этом как можно большему количеству людей. Война случается тогда, когда вырастает поколение, о ней забывшее. Мы помним. Редактор субтитров А.Семкин